Привет, девчонки, это Маша! Сегодня вас ждет очень крутое преображение ногтей. Во-первых, мы сделаем всеми любимый дизайн с прозрачными кончиками, а во-вторых, прикольно обыграем его на зимнюю тематику. То есть у нас будут ледяные ногти, но без лишних элементов, которые выглядят устарелыми. Очень стильные ногти. Вернулись на коррекцию ногти с облаками и самолетиками. В принципе, относились ноготочки очень даже неплохо, за исключением одного момента. Девушка-преподаватель танца и ей несколько раз наступили ногами на руки. Будем считать, что легко оделась. Ногти в порядке, а выполнить наращивание современными техниками это очень легко, просто и интересно для мастера. Так что сегодня нас ждет очень интересная работа. Коррекция верхними формами, которыми мы поднимем клювы, потому что в прошлый раз мы их не поднимали, и ноготочки изрядно клюнули, как для такой длины. Ну и, конечно же, выполним наращивание на сломанных ногтях. Я убираю лишний свободный край и снимаю старое покрытие. Опиливать свободный край больше, учитывая, что ногти клюнули, я не вижу смысла. Мы все равно будем выпиливать изнанки при работе с верхними формами. Ну и вот тогда заодно приведем в порядок изнаночную часть. А пока нам этот свободный край не мешает и даже страхует нас от затеков. Выполняю маникюр в комбинированной технике с фрезой торнадо. Не потому, что торнадо лучше, чем обычные фрезы и действительно обладают теми мифическими способностями, которые им приписывают в интернете, а просто потому, что у меня эти фрезы есть в наличии и их тоже нужно потратить. А вообще, конечно, то, что пишут про фрезы торнадо, якобы с них меньше пыли и они не нагреваются, это такие враги. Когда у вас в последний раз вообще нагревалась алмазная фреза? У меня никогда такого не было. Убираю пыль легким кератолитиком и срезаю кутикулу. Маникюр выполнен, можем готовить ноготочки к наращиванию. Я убираю пыль, дегидрирую, кое-где использую праймер и покрываю ногти базой. Хоть база и жидкая, я все равно немножечко натираю ее кисточкой в ноготок, чтобы база лучше проникла между кератиновыми чешуйками и быстрее впиталась. В конце концов, от этого зависит качество сцепки. Ну и теперь, на мой взгляд, самая увлекательная часть работы наращивания с помощью геля и верхних форм и моей новой лампы. В инстаграм, в сторис я обещала, что в новом видео расскажу в том числе про свою новую лампу и новые верхние формы. Ну так вот, это не первая моя портативная лампа для предварительной фиксации. Ну, просто чтобы не просить клиента посветить фонариком на ноготочек, я все делаю сама. У меня такая стационарная небольшая лампочка. Ну так вот, старая начала барахлить и я заказала новую с 10 светодиодами, чуть-чуть помощнее и беспроводную. То есть, она работает без сети, что очень удобно в наших сегодняшних украинских реалиях. Сушит неплохо. Ссылку не просите, потому что это какая-то обычная лампа с Алиэкспресс. Я ее просто купила в каком-то ноунейм магазинчике по месту. Чуть-чуть дороже, но зато не ждала доставку из Китая. Что касается верхних форм, на мой взгляд, это довольно-таки универсальные формы под сегодняшние наши нужды. То есть, они немножечко арочные, они длинные. Из этих форм можно сделать как миндали, так и квадраты. Ну и в коробочке довольно большое разнообразие размеров. То есть, в принципе, подобрать размерчик будет не проблема. Все, хорошенечко стираю липкий слой перед опилом, потому что на эту липкость очень сильно налипает опилы и его потом тяжело оттереть. Ну и перехожу к опилу. Пилить тут немного, по сути, мне нужно только убрать лишнее на боковых стенках. Чуть-чуть оформить свободный край. Ну и переход от ногтя к гелю настолько незначительный, что, ну, я так просто чуть-чуть его пилочкой трогаю для приличия. И, в принципе, ногти уже готовы к нанесению следующего слоя. С изнаночной стороны хорошо видно, насколько ногти клюнули, насколько их повело, покрутило. Вот этот весь лишний объем нужно убрать. И, конечно же, удобнее всего это делать тоненькой, длинной, твердосплавной фрезой. Дизайн. Я показывала готовый результат в сториз. Он вызвал просто бурю эмоций, вау-эффект. Очень много реакций мне накидали на эти ноготочки. И, я думаю, вам будет приятно узнать, что выполнение этого дизайна, ну, экстра легкое. Легче не придумаешь. На свою обычную кисточку для геля, которую я использую в этой работе и для других нужд, я набираю на самый уголочек капельку белого гель-лака обычного. И в такой технике а-ля китайка просто натираю текстуру льда. Парочка рандомных полосочек на свободном крае. Текстуру льда мы, конечно же, просушили. И сверху натуральный ноготь перекрываем плотным жидким полигелем белого цвета. Поскольку ноготок, ну, практически готов, я немножечко больше объема оставляю в зоне апекса, ну, чуть-чуть, чтобы ноготь не был горбатым. И стягиваю на нет кончику, так, чтобы кончик был прозрачным. Лично мне это удобнее всего делать тоненькой кисточкой. Быстренько, ювелирно подровнял и все готово. Завершающий штрих, чтобы добавить немножечко глубины нашему дизайну. С помощью тонкой кисти я кое-где немножечко добавляю тонкие белые прорисовки. Где-то их растушевываю, где-то оставляю просто тоненькую линию, где-то более, где-то менее насыщенную. И получается довольно-таки реалистичная текстура льда. Для того, чтобы кончики были хрустальными, обязательно нужно продублировать изнанки топом. Если, в принципе, при наращивании на верхние формы не обязательно перекрывать изнанки, то здесь, конечно же, это добавит прозрачности. А прозрачность это изюминка дизайна. Ну, посмотрите на эту прелесть, как лаконично вообще смотрятся такие ногти. Без каких-то лишних блесток, без прорисовок, которым нужно присматриваться. Просто как будто настоящие ледышки. По-моему, это очень красиво. Напиши свое мнение в комментариях, нравится тебе такой дизайн или нет. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось. Если вы нашли для себя что-нибудь полезное, интересное, мне будет очень приятно об этом узнать. Если все же остались вопросы, спрашивайте в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал и инстаграм. А с вами была я, Маша. До скорого!